Телерадиоканал Страна ФМ 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 А новый хит «Цвет настроения черных» Я тебе серьезно говорю Это он мне рассказывает На самом деле это я ему все рассказала Карин, мы хотим тебя вкратце посвятить вообще во все, что у нас тут происходит Мы каждый вечер говорим о юморе И вот будем очень рады, если ты поделишься с нами, а также с нашими зрителями и слушателями Своим секретом, своим советом или лайфхаком, как научиться относиться к жизни с юмором Как не загнуться в этой серости Ну, вообще, мне кажется, самое главное – это уметь смеяться над собой, потому что если ты настолько будешь обижаться на каждую шутку в отношении себя, то все, можно, мне кажется, закрываться от всего мира и просто, не знаю, рыдать круглыми сутками. Но когда ты можешь смеяться сам над собой, поверьте, не страшно уже ничего будет в этой жизни, и когда ты по-хорошему критично к себе относишься, то, соответственно, если кто-то это делает тоже, то ты уже абсолютно с легкостью на это реагируешь. И вообще, юмор – это такая чудесная вещь, которая сглаживает все. Это, знаете, вот у меня, опять же, пример мой папа, он тоже был артист и известный артист, и утро начиналось так, то есть если мы с мамой что-нибудь спорили, он говорил, вы пойте, пойте, и когда вы начинаете петь, все, сразу любой скандал теряет смысл, все переходит в юмор, потому что это смешно, да, ну, кстати, люди ссорятся, вдруг они начинают петь. Ну да, они ссорятся, это мюзикл в жизни такой. Да, и все, и на самом деле юмор действительно может сглаживать в любую ситуацию. У меня две заметки по итогам ответа первого. Так, давай сразу же. Посмотри, ну, первая заметка, ты заметила, что большинство, вот на первом месте, на пьедестале вот этого хит-парада, как относиться к жизни с юмором, стоит именно ответ, да просто надо все через юмор воспринимать. Вот действительно, большинство наших гостей. Ну да, абсолютно так и говорит. Но мне понравился именно подход к Карине. Пойте. Пойте, пойте, да, никто не говорил. А второе замечание важное. Перед тем, как Карина зашла, вот эту нашу купейную дверь отодвинула, я все, знаешь, последние секунды размышляю, вот надо говорить про папу. Ну, вроде, ну, папа большой человек, действительно великий артист, но нам-то интересно, Карина, мы просто поясни вот так шепотом. Это Карина Мишульна, дочь того самого Спартака Мишульна. Ну, подожди, отсюда у меня следующий вопрос, Карина. Наверняка, вот и в те моменты, когда ты училась, не знаю, в актерском, в школе, может быть, и так далее, говорили. Ну, понятно, у нее все схвачено, у нее все понятно с ее жизнью, с судьбой, карьей, у нее же папа вон у гон. Я не знаю, как так случилось, мне повезло, то есть, во-первых, меня так воспитали, что я никогда не кичилась, никогда, как бы, ну, там, не говорила, что это мой папа, я, наоборот, всегда пыталась чего-то добиться сама, но мое окружение настолько воспринимало меня саму, что никогда у меня не было проблем, никогда меня не считали какой-то там блатной и так далее. Более того, я, в общем, своими поступками доказывала, как сейчас понимаю, абсолютно дурацкими, максималистскими. Ух ты, это интересно, подожди, прям так и кинула, подожди, а какими, например, ну, какими дурацкими поступками? Ну, как папа, например, хочет и говорит, я хочу, вот, ты закончила театральный, ну, давай вместе работать в одном театре, я говорила, нет, папа, я пойду в другой театр. Я-то почитал, а теперь в театр сатиры вы могли работать вдвоем. Да, и сейчас, вы знаете, очень сожалею именно не о том, что, если бы я туда пошла, может быть, чего-то больше бы добилась, а именно то, что не додала любимому человеку, ну, просто радости какой-то, да, в жизни, чтобы он действительно побыл со мной на одной сцене. Но вот это я действительно считаю такими нелепыми, дурацкими, максималистскими поступками. Также там папа хотел, чтобы я училась в Щукинском, я пошла в Щепкинское. То есть я такой бунтарь. Вот все на перекор, понимаешь, что ты не против, да, против стихий. У нас есть тоже максималистские поступки, сейчас мы его совершим, реклама. Давнейка, давнейка, дорогие друзья, у нас не было вот таких вот выходов снизу, взглядов снизу. Если бы мы снимали эту передачу в Египте, у меня бы на одной руке была бы Маша Новая, а на другой Карин Мишулина, актриса театра и кино, и мы продолжаем. Да, друзья, итак, поехали, Карин, ну мы на самом деле очень рады тебе сегодня, что ты к нам доехала, этим осенним хмурым днем, несмотря на пробки. Все сегодня было серое, кроме тебя. Спасибо, нет, ну у вас и студия тоже солнечная. А мы яркие. А вот, кстати, с какого возраста ты причислила себя вот к такой яркой актерской профессии? Когда ты поняла, что это мое, папа, слышишь, это мое, я буду актрисой. А вторая часть вопроса, опять же, если ты все делала наперекор папе, то, может быть, был момент, когда ты сказала, нет, он точно не актриса. Вот, представляете, нет, мне не оставили выбора, мне в полтора года принесли в театр, и, как говорится, я впитала, можно сказать, с младенчества запах кулис, гастрольную жизнь, переезды и так далее, и все радости и горести этой профессии. В четыре года я уже играла первую свою роль на сцене театра «Сотиры». В четыре года? В четыре года, причем мне папа сделал трудовую книжку, я была, собственно, наравне со взрослыми. А сколько, подожди, зарплата у четырехлетнего ребенка может быть вообще в то время? Зарплата, ну, не буду врать, я не помню, честно вам скажу, но по тем временам, ну, наверное, в соответствии с там, как это... Там на полставочки, да? А, кстати, это очень удобно, я тоже своего ребенка в четыре года отправлю работать, а что, пусть заработает. Ну, мне кажется, в этом есть при своих ребенка к тебе отправлю, пожалуйста, так как? Ага, хорошо. Так, ну, классно, но тебе нравилась эта вся сфера деятельности. Да, то есть, вы знаете, я даже в игрушки не играла, я играла дома даже в театр, то есть я приходила домой и за всех еще проигрывала тот спектакль, который я увидела. А помнишь, что это было за роль? Что это было за спектакль? А всегда были разные. Я, когда чуть старше стала, уже мне стало лет 12, я наизусть учила Чехова пьесы, я его просто обожала. И вот играла... В 12 лет я хотела просто не заигрывать этот момент. Да, в 12 лет. Вот, играла по ролям, Чайку. За дядю Ваню, опять же, почему бы и нет. За дядю Ваню, да-да-да. Более того, я даже записывала... Раньше были такие магнитофоны с кассетной, я еще застала, я древний человек. Ну ладно, мы тоже застали. А, все, выйди из этой студии. Вот, у нас еще были эти кассетные магнитофоны, я включала записи, записывала по голосам, параллельно, честно говоря, честно говоря, я жалею, что не могу найти, потому что, я думаю, это, наверное, сойти с ума, да, если там я, ну, где-то голосом говорила. Где-то таким голосом там и так далее. Ну, в общем, все в порядке. Все, как в нашей передаче, Маша. Ну, смотри, ну, вот ты рано это поняла. А, может быть, были у тебя какие-то кумиры, знаешь, вот хочу походить там на какую-нибудь известную актрису. Ну, может, ну, понятно, что она папа, но на девушек именно. То есть у меня был кумир Вивен Ли, вот честно скажу, я смотрела «Унесенный ветром» просто с утра до ночи, я вот заканчивала и смотрела, и как бы перематывала и обратно смотрела. Да, 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 «Унесенный ветром». Вот, просто мне казалось, что она самая красивая на планете, самая вообще талантливая, изящная. Мне всегда, я же думала, ну, почему же я вот не с такими зелеными глазами родилась, не с такой внешностью. Вот, но потом как-то, ну, подросла, естественно, сейчас, скажем так, что я бы не хотела ни на кого равняться, я хочу быть собой. Но, безусловно, есть актеры, которые для меня просто какие-то, ну, небожители, да. Скажи, ну, а тебе лично ближе какие образы? Более драматические или же все-таки такие развлекательные, юмористические, веселые? Вы знаете, мне, наверное, повезло, ну, на сегодня больше в театре, чем в кино, потому что в кино все-таки больше меня используют как комедийную артистку. Используют, мне нравится это слово. Ну, не используют, как сказать, используют. Приглашают. Приглашают, да. Вот, в театре мне повезло, я играю как и остро-характерные роли, так и просто, ну, глубоко. Вот у меня одна там была из последних ролей, трагическая, прям, там, сходит, чуть ли не с ума сходит от любви женщина, пьеса Рощина. Вот, а я люблю, вот, любое. То есть, это, знаете, они все как мои дети. То есть, наверное, ближе, может быть, драматическая роль. Карина, а музыку любите? Конечно. Тогда, пожалуйста, музыка, и мы вернемся. Прямо сейчас. Телерадиоканал Страна ФМ. И мы продолжаем вечерний эфир на телерадиоканале Страна ФМ. Сегодня у нас популярная актриса театра и кино Карина Мишулина. У кого-то МКС, а у нас МКМ. Маша, Миша и Карина. Да. Вот так. И у нас, кстати, сейчас уже 18.30 на наших студийных, а это значит... Значит, что, рабочий день закончим? Все, Михаил уходит домой. Нет, друзья, конечно же, все вы знаете, по старой доброй традиции мы в это время играем. Карина. Сегодня, да? Да. Немножечко на импровизацию. Вы же человек из актерской среды. И вам, я думаю, что это слово, импровизация, давно и хорошо знакомо. Правильно? Карина, не будем скрывать, эту игру мы украли у вчерашнего гостя. Он нам любезно ее отдал, но не без этого мы знали и без него. Нет, он рассказал, мы безумно заинтересовались. Мишку сразу какие-то мысли, мышь, он такой, все, я завтра для Карины проведу ее обязательно. И мы подведемся следующим образом. Очень много раз люди из вашей профессии приходят на кастинг, приходят просто поступать в театральные институты. Нужно что-то рассказывать наизусть. Допустим, басню. Бывает такое? Ну, басню реже, но бывает. Ну, стихи, например. И мы подумали, а вот что бы было бы, если бы вы пришли, ну вот просто переволновались, так подготовились, что уж и рассказать-то нечего, но что-то говорить нужно. Басню забыли. Надо за что-то цепляться. И вот тут у нас есть ассоциативный ряд для вас. От одного слова. Надо, абстрагируясь, двигаться к следующему слову и к следующему слову, к следующему слову, вообще уходя в бесконечность. Просто мы это делаем, пока у кого-то не кончатся слова, как только у первого. Ох, боюсь, у кого-то кончатся слова. Соответственно, я могу показать на своем примере, дальше мы идем по кругу. А давай мы прям по очереди и пойдем. Ты начнешь, потом я подхвачу, и потом как раз Карина нас продолжит. Очень просто. Задавайте тему. Какую тему вы хотите? Какую тему? Давайте тему театра и кино. Мне кажется, это безумно интересно. Театр и кино. Да. Давай первое слово для меня. Гардероб. Прихожу в гардероб. Гардероб, он очень большой. Как что может быть большой гардероб? Ну, конечно же, как большой Мерседес. Потому что Мерседес, большая машина, это настоящий С-класс. С-класс представительский. В нем ездят кто? Большие люди, представители, которые депутаты. Ты не один в этой игре играешь, Михаил, я тебе скажу. Депутаты, которые очень часто приходят на спектакли и сидят в первом ряду, потому что у них билеты очень дорогие. Очень дорогие билеты, которые они купили в кассе, потому что там была большая очередь, и никто не хотел брать дешевые билеты. Все стояли только за дорогими билетами. И они взяли дорогие билеты, долго-долго искали, как же теперь им найти свое место. Там стояла такая тетечка в красненьком, она их пропустила. В зал эта тетечка в красненьком приводила. Давайте на тетечке завяжемся. И на это место они были безумно благодарны этой тетечке в красном, но они не знали, как же ее отблагодарить, потому что они забыли, как же эта тетечка называется. И вообще, для чего они сюда пришли? Потому что они купили билеты. Билеты были очень дорогие. Но эта тетечка в красном, она просто их сбила. Вообще сбила, потому что у нее был такой вид, как будто бы это не театр, как будто сейчас будет не спектакль. И они задумались, и в итоге, в итоге запахло колбасой. Да, ты думаешь, пойдем, пойдем, пойдем. Но запахло так колбасой. И, конечно же, сразу захотелось выпить рюмочку. О, рюмочка! Так они, они спросили у этой тетечки в красном, откуда же так вкусно пахнет этой колбасой. И тетечка в красном, долго думая, потому что ей надо было, она имеет проценты, оттуда, где дают эту, собственно, самую колбасу. И она отвела этих людей в буфет, в буфет, в такой большой буфет, где тоже была огромная очередь. Они встали в эту очередь и наслаждались этими прекрасными ароматами, очень вкусных колбас, очень вкусных напитков. Совершенно уже заплыв вообще, зачем они сюда пришли. И, собственно, им было на это плевать. Шли и рассказывали. Потому что, конечно же, самое интересное все происходит только в буфете. И в итоге они стояли, стояли очень долго, подошли, и колбаса кончилась. И спектакль кончился тоже. Колбаса кончилась. Колбаса кончилась. Соответственно, что еще может кончиться? Кончатся у нас могут в мире дефицитные товары. Конечно. Почему? Потому что они дефицитные. Дефицитные, это когда на них надо получать талон. Какой талон? Точно такой же талон, как ты получаешь для того, чтобы проехать, прокомпостировать его в автобусе. Почему? Потому что автобус – это общественный транспорт, правильно? В общественном транспорте всегда нужен билет. А куда еще нужен билет? Конечно же, на какой-нибудь концерт, где играют музыканты, правильно? Они же играют на инструментах. Точно так же, как на инструментах, инструментами работает, допустим, тот же самый слесарь. Слесарь что может открыть? Замок, правильно? Замок где можно? Висеть в замке. Прям на воротах замка висит замок, чтобы в замок нельзя было прийти, потому что там принцесса. Да. А, там сидит принцесса, это Рапунцель с длинной косой. А она просто не сходила в барбершоп, а в барбершопе вот эти вот мужики накачаны. Вот эти все с бородой, мускулачи, они же каждый день занимаются спортом. Они ходят, боксируют, боксируют, им там весь мозг выбили. А кто у нас еще без мозга остается? Я думаю, что самые существа примитивные, ну там улитки всякие, насекомые, да, они себе там ползут каждый день, на травинке живут, и больше им ничего не надо. А кому у нас, собственно, еще ничего не надо? Я думаю, что чиновникам ничего не надо. У них вот так соскачано. И на этом наша игра неожиданным образом завершается. Победила Маша, потому что она сейчас не права абсолютно. Ну это же... Подожди, ну я дальше хотела еще в какую-то тему, наверное. Ну в общем, как-то вот так, Карина, ну по-моему, смотри, тут целая эссе написала. Можно поэтому дальше, кстати, спектакль ставить такой импровизированный. В общем, ну какую-то сцену, да. Нет. К сожалению, нет. Я просто присутствовала, присутствовала на... Когда училась, как студентка сидела на прослушиваниях уже, ну, да, когда была на старших курсах. Вот, но к сожалению, да, никогда мне не удавалось принимать решение, потому что мне очень этого хочется. Мне кажется, я уже доросла внутренне. Ну, как вот чуть-чуть опыт есть, уже немножечко... Просто мне кажется, очень часто несправедливо, несправедливо выбирают и наоборот отклоняют людей. И мне всегда прям вот хочется сказать, ну почему же, почему же я ничего не решаю. Я думал, наоборот, у тебя тяга к тому, чтобы всех... Многих, но не будем о них. Вот, это, кстати, очень интересная тема по поводу того, что кого-то выбирают, а кого-то нет. Наверняка тоже сталкивалась с таким моментом, что на кастинге невозможно же раскрыться полностью. То есть тебя же смотрят буквально поверхностно. А вот как раскрыть себя на кастинге вот на все 100%, чтобы выбрали именно тебя? Есть какая-то технология или схема? Ну вот реально есть идеальный пример? Эту схему я верю в случай, в совпадение каких-то факторов. И потому что, ну, к сожалению, я считаю, что любой человек проявляется в работе. Можно прийти на кастинг и просто, ну, образно, там, не знаю, подвернула ногу, там, зажалась, чего-то переволновалась. А на самом деле, там, ты прекрасный артист или актер. И наоборот, можно прийти на кастинг, а ге-гей! А по факту ничего, да. А в итоге ничего, и никогда в жизни ты не сыгрей его, да? Либо кастинг был об одном, вот так ставят задачи, а на самом деле вся эта работа вообще про другое. Ну, кстати, да, такое... Друзья, может быть, по-разному, это точно. У нас сначала интервью, потом музыка. У нас все, как нужно. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте музыку. Карина пока никуда не уйдет. Возвращайтесь с нами. Один на всю страну! Одно на всю страну вечерний шоу, а в этом шоу трое на всю страну. Карина, Миша, Маша. А, вот так ты сегодня решила. Карина, ну мы, конечно же, не можем обойти один из таких ярких сериалов, в которых ты приняла участие, это «Физрук». Ты там играла, значит, учительницу биологии. Да. Я должен сознаться и признаться. Есть два российских сериала, которых я полностью посмотрел. Это «Физрук» и «Бригада». И в некоторых местах они были очень похожи. Интересно. Ну, а не, Фома это бандит. Фома – бандит. А, по этому месту? Все, я поняла. Но, ты знаешь, что четыре сезона вышло, а еще будет полнометражка. Вот об этом и стоит туда. А вот это, кстати, интересно. Карина, расскажи, пожалуйста, подробно. Ну, полнометражки нас нету, поэтому, да. Спасибо, что я имею в виду. Печальная, печальная. Ну да, я так понимаю, что это там какая-то такая история конкретно, там, по-моему, три-четыре всего. Дмитрий Нагиев и Дмитрий Нагиев. И Дмитрий Нагиев, да. Да, и еще один. Да. Так, ну вообще, как попал в этот проект? Интересно, или это был опыт для тебя? Что нового дал? Да, попал совершенно случайно, придя на кастинг. Абсолютно. Серьезно тебя по кастингу утверждали? Абсолютно. То есть не было такое, Карина, мы написали под себя роль, пригоди. Нет, это был кастинг, при том, что там было очень много народа, вообще не было, куда я пришла, и я не поняла, почему, значит, вообще столько людей и что происходит. Ага. В итоге меня утвердили, и, конечно, я благодарна судьбе и счастлива, потому что это был прекрасный три года жизни, замечательная компания, удивительно подобрана как-то и кастинг, и сама техническая вся группа. Первый сезон просто это был какой-то, мы смеялись вообще без остановки. Да и мы, Карина, смеялись без остановки. Нет, ну а реально можешь вот сейчас вот так вот сразу же вспомнить, может быть, был какой-то забавный на съемочной площадке, ну, такой вопиющий случай, вот над которым, ну, просто все блешку сразу же там. Который невозможно забыть. Да. Таких случаев было очень много, прям какой-то конкретно, да, наверное, прямо уж совсем сложно вспомнить. Единственное, что могу сказать, что действительно Дмитрий, конечно, Нагиев, который, ну, просто, ну, не давал расслабляться в плане... Он отжигал? Да, смех, да, то есть ты уже хочешь быть серьезным или серьезный, ну, ну, невозможно так невзначать, так точно, так мастерски. Ух ты. Даже проходя мимо, он кидает какую-то шутку и все, да, и собраться невозможно. Карина, та самая учительница биологии, это все-таки учительница из твоего детства? Вот какая-то, все-таки ты что-то от кого-то взяла? Или придумала все? Я, наверное, собрала. С одной стороны, у меня была похожая англичанка в детстве, и, как правило, почему-то все англичанки такие вот, ну, так скажем, модницы и так далее. Вот не знаю, никогда биологинь я не видела им. Вот у меня, кстати, биологиня. Биологиня, надеюсь, и учителя биологии нас не обидятся. Hi, Светлана Петровна, from Moscow, with love. Нет, я просто сказала, что у нас биологиня была именно такое. А, да, 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 у нас просто был мужчина, молодой, симпатичный биолог, да, мы сходили с ума, просто, я помню, в пятом-шестом классе, и думали, вот такой был рыжий, яркий, и мы вообще не слушали предметы, мы просто сидели вот так вот и мечтали. На него залипали, да. Да, и девчонками мечтали. А здесь я как бы собрала из того, что мне хотелось бы видеть в учителях, и чуть-чуть из своей англичанки из детства. Я, когда смотрел сериал «Физрук» и видел тебя, вот, конечно, в своих учителях я хотел бы видеть вот такое леопардовое платье. Вот этого мне в школе совсем не хватало, ты знаешь. Понимаешь, мальчики и девочки смотрят вообще, в принципе, все по-разному. Чего не было, на разницу. Вот чего им не хватает в жизни. Но мы все ждем, конечно, мы ждем полнометражку, само собой, жаль, что вас там нет, но всех вас я имею в виду, но будет ли пятый сезон? Есть ли разговор? Ведь коммерчески успешный был проект. Да, ну, честно говоря, пока ничего не слышно, и, ну, я очень благодарна, и будет здорово, если он будет, но, с другой стороны, я буду рада, если будет что-то в моей жизни подобное, но другое, чтобы все-таки чуть-чуть иметь какой-то, да, еще образ, яркий, запоминающийся, заметный, не только связанный с Светланой Петровной. Ну, можно и не без Дмитрия Нагива, если что, господа продюсеры. Все, друзья, переходим прямо сейчас к Блицу. Можно не думать, ну, как обычно в нашей передаче, просто говорить. Итак, первое, для меня самое важное в жизни. Семья. И как-то мы прямо серьезно познакомились в семье. Все, надо собраться, так, поехали дальше. Иди по жизни с юмором это. Здорово. Отлично. Если бы сейчас был в 2018 год, что бы ты делала? Жила. Ох, хорошо. А в 2018 год? Летала. Пойдет, когда я буду такой же креативный, умный, но уже старый. Я скажу своим праправнукам. Эх, как я прожила. Если бы не юмор, Карина, ты бы сейчас? Не была у вас. О, это точно. Если бы, вот это с подвохом вопросик. Ну-ка, давай, давай. Если бы одной шуткой можно было спасти жизнь человека, вот, допустим, хотя бы Маше, что бы это была за шутка? Можно какой-нибудь старый баянный анекдот. Я бы сказала, не умирай. Нам еще столько надо сделать. Давай, поднимай себя и поехали. Друзья, это была Гаррия Вишулина. Поднимайте себя. Поднимайте себя и поехали. Спасибо. Спасибо. Это было супер. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...